Ирочка, доброе утро. Как ни крути, хоть у нас сегодня и 15 февраля, но вчера-то был День влюбленных. День влюбленных, да. Давай поздравляем всех наших зрителей. Я поздравляю всех с Днем любви. Ребята, любите друг друга, цените, уважайте, будьте верными, будьте добрыми. Я говорю, вот я вчера честно кайфанула. Столько мужчин было с цветами. Боже, как это приятно наблюдать. Мужчины, дарите женщинам цветы всегда. И по поводу, и без повода, да. Любите друг друга, делайте людей, полюбите детей. Не знаю, я лично, у меня все с любовью. Да, это да. И работа с любовью. И работа с любовью. И любовь с любовью? Обязательно. Обязательно. И любовь с любовью, да. Это да. Нет, но действительно, я считаю, что в принципе мы ради этого и живем. И любовь продлевает жизнь и вообще. Друзья, как вы поняли, сегодня четверг, рыбный день. Я на привозе. Специально пришел, чтобы узнать цены на рыбку. Специально пришел, чтобы узнать номера продавцов, для того, чтобы вы могли звонить и заказывать рыбку. И поэтому сегодня мы назовем наш обзор сделано с любовью. Да. Да. Или там с привоза с любовью. Ну, в общем, как-то так, да. В общем, смотрите, будет очень круто. Ставьте сразу жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube-канал «Взрослый разговор», то прямо сейчас под видео нажимайте кнопочку «Подписаться», рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Но если вдруг после просмотра видео у вас останутся ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой Instagram. Подписывайтесь на меня в Instagram, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ирочка, больше не тянем рыбку за хвост. Не тянем. Начинаем праздничный обзор. Давай, дзынь. Дзынь. Ирочка, еще меня радует, что у вас уже Новый год все-таки закончился. Все-таки да. Да, вот очень красиво, конечно, но просто ваш прилавок пройти мимо невозможно. Это преступление, скажу вам так. Цветочки. Цветочки. Ну все красиво. Ловыски. Да, ловыски. Между прочим, Ирина Юрьевна сама вот это вот делала, вырезала. Да, у нас вот вчера был праздник, мы всем покупателям ложили в покупочку валентинки и жвачечки, и даже отправочки делали вчера. Всем было очень приятно, но я не знаю, я люблю праздники, я вроде бы как умею их создавать, как бы такое дело. Еще ловиски остались, друзья, так что приходите. А кстати, давай погадаем. Давай. А ну давай, а ну давай, раскрывай. А что ты, давай я возьму салу, что мне, я буду гадать не на ту, которую ты мне дала, я же хочу. А ну давай. Давай, ты свою прочитаешь, потом мою. А ну, а ну, а ну, гадаем. Кеша гадает, Кеша гадает. Так, что у нас здесь? Когда чувствуешь ответственность за то, что говоришь при ребенке. Любовь, это когда чувствуешь ответственность. Короче, при ребенке надо фильтровать базар, да? Обязательно. Почитай мою, добрый день. Так. А ну. Ибо дети цветы жизни и продолжают твою тему. Детки, это супер. Давайте дарить женщинам цветы. Давайте, товарищи, давайте любить друг друга, заниматься любовью и делать детей. Ух ты. Что у меня? Любовь это? Просто быть вместе, Клай. О, вот дай мою жвачку. Да. Ой. А я знаю, просто я эти приколы знаю. Да. Все, отлично. Спасибо за гадание. Да. И, Ирочка, цветочки, это тебе или Катюше подарили? Это Катюша. Катюша. Мои, мои дома. Ага. Это все, знаете, вот, мне кажется, все мы сами к себе притягиваем. Вот люди, которые думают, о, сглазил, там, черная кошка, еще что-то. Ну, все, сами надо думать о хорошем. И приятное все, все хорошо. И к себе притягивать счастье, добро. Думать о хорошем, приходить на привоз, покупать рыбку, делать базар. Получить, делать базар, получать хорошую энергетику. Хотя на привозе разное бывает. Тут могут и послать. Ну, слушай. Это же, знаешь, как, подобное притягивает подобное. Если человек такой, то его и... Да, ну, некоторым же нравится. Некоторые же сюда на привоз и приходят. За это тут постоянно какое-то движение, кто-то ругается, кто-то смеется. Короче, на привозе жизнь. Жизнь. Идет жизнь, да. Вот мир в миниатюре, скажем так. Сто процентов, да. Ирочка, а что у нас, вот как-то ко дню влюбленных, что у нас с ценами? У нас, вы посмотрите, у нас даже тунец в виде сердца к дню влюбленных. У нас все, любовь. И даже рыбка у нас под цвет любви и страсти. Да, все. Да, все есть. Рулетики есть. Цены, я же говорила, рыбка немножко подоржала, к сожалению. Но не от нас зависит. Филешка слабосоленая и сырая 900 гривен за килограмм. Стейки 800, хвостовые части 700. Вот, обрезочки тоже, как всегда, из 250 гривен за килограмм. Голова 90 штучка, хвостик 30. Все есть, все на месте, все хорошо. Икорка наша красотка. Щучка 400, форелька 500. Нерочка, горбушка 750. Кето 800. Рулетики наши классные. Рулетик из трех видов. Семга масляная, тунец 1200. Рулетик из четырех видов. Масляная, марлин, тунец, семга 1300. И с палтусом 1500. Тунец просто 1100. Марлин, 950. Масляная, 950. В общем, все есть. Все есть. И также еще есть у нас и барабулечка, и ставридочка можно заказать. И бичок. Да, и другая рыбка еще есть. Все, звоните, уточняйте. А куда звонить? Куда звонить? Мне. А есть на этой телефон? Я не верю мне. Я вон вижу рельсы, вон висит колокол. Да, 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 в колоколах. 097-492-15-21. Ребята, звоните, заказывайте. Отправка по всей Украине, да? Конечно, да, по Украине вообще без проблем. В вакууме отправляемся, льдом не переживайте, все доходит. Не знаю, пока никто не жаловался. Юречка, вот вам спасибо, супер. Порадовали настроением, порадовали ассортиментом. Вот всей вот этой красотой. Красота, да. Красивой фотозоной. Мальчик, девочка. Ух ты. Это классно. Целуются, да. Это просто красота. Алена. А, здрасте. Доброе утро. Доброе. Что это такое? Это вот сома привезли, такого красивого. Слушай, ну хоть бы раз брехали, что с рыбалки приехала. Да, не, не с рыбалки. Ребята, поможем. Сколько он весит? Килограмм 10. 10, не меньше, да. Ух ты, класс. Вот, да, огонь. О, огонь. Да, такой сумочек. 8, ну 8-10, да. Ну, там как бы еще просто мой интерес. 8, ну тоже нормально. Да, 200 гривен килограмм. 200 гривен, да. Да, вот такое мяско Баба Катя уже сделала, разделала. Это тоже сомик, да? Ну, это было таких 3 штуки. Вот 2 Баба Катя уже чеканула. Что с него приготовить? Ну, вообще шашлык делают. Шашлык. В основном, да. Как его мариновать? Можно жарить. Маринует его, ну каждый по-разному. Мы маринуем соевым соусом, чесночок, такое вот, лимончиком. По-разному. Горчицей можно, можно с майонез горчицей. То есть, кто как хочет. А шкуру его снимать надо, когда на штуки нет? Нет, зачем? Не надо. Как, расскажите, расскажите. Я, честно, никогда из сома не делал. Вот так вот разрезаем его. И потом вот так вот. То есть, получается, на 4 части. И все пошире, правда, пошире. Так, чтобы... Как на мариновочку, как вы делали? Да, да, да. Как вот на шашлычок. Можно соль, перчик, майонез, горчичка. Можно соевый соус, медик. Кто любит послаще такое. Алёна, я, знаете, вот сейчас все это слушаю и понимаю, что давно у нас не было вылазок. Да. Я думаю, что если бы так сомика приготовить на мангале... Да. Давайте задумаемся об этом. Давайте хотя бы об этом задумаемся. Давайте. Зрители, а вы, кстати, напишите в комментариях, интересно бы вам было посмотреть наши очередные кулинарные приключения. Да, красивый соль, медик. Так, а если брать его с частями, сколько он стоит, так же? 300 гривен килограмм. 300 гривен, да. Голова вот такая, 100 гривен килограмм от него. Ну, смотрите, голову мы отрезаем с мясом. Ага. То есть, видите, сколько мяса. Ну, конечно, тут наесться можно, да. Да. 100 гривен килограмм, вот такая голова, 2,5 килограмма. 250 гривен. Ага. То есть, на литров 5-7 казанчик. Ну, а что-нибудь еще добавить? Я устроил окунек есть интересный, такой, как основа ушлифу. Как раз спрашивали, вот у нас очень много покупателей за окуня, вот. Ну, он не сильно крупный такой получается, 250-200-300 грамм. Но весь с икорочкой, весь до одного с икорочкой. Так, щука. Да, щука, тоже кило, полтора, два, два с половиной. Ну, та крупная, вон, да. Вот здесь тоже здесь вот такая бабкачка. Ну, подними вот эту красавицу. Троечка даже бабкачка. Так, Катя, покажите нам троечку. Я сейчас за щуку, а не за... Ой, класс. Это, конечно, да. Это щука. Да, красивая. Баешь руки, моешь вещь. Щучка, да. По щучьему велению. Сейчас там, конечно, будут писать икру. Выдаили, ребят. Икра сейчас дорогая. Вы сами понимаете. Все бизнесмены. Выдаили, да. Выдаили, да. Все, спасибо. Толстолобики такой у нас идет. Семерочка, 6-7 килограмм. Маленькие головочки. Измаил 90. Троечка, пятерочка, как обычно, 80. Что у нас? У нас судочки есть. Давайте посмотрим на судочки. Ну, время судака. Судак разный. Судак, скажем так, немножко начинает опускаться в цене у нас. Потихонечку на 10, на 20. Так, его сейчас много, да? Да. А размеры у него есть? Килограммовые 200, полторушка 220. От полтора до 4, 230. Пеленгасик. Да. Пеленгасик вкусный, красивый. Ребята, сладенькие люди. Вот кто брал, мне приходят сегодня даже, вот еще живой, приходят. Сегодня даже вот женщина пришла, я ее уговорила. Она пришла и говорит, о, такой вкусный. Как хорошо, что у меня уговорили, да? Да, но я ее долго уговаривала, конечно. Это... Сколько на килограмм идет? Две штуки на килограмм, ребята, смотрите, 400, 500, 600 грамм одна штучка, смотря какой. Так что, вот так вот. Караси. Да, визитная карточка наша. Красавчики. Караси, да, у меня коркаются. Вот только что перед вами мужчина брал на фаршировку. На фаршировку караси? Да, жена у него добавляет. Взял карпик и карася скал, будет фаршировка. Ага. По чем карась? 100 гривен килограмм. Карасики идут от полкило, ребята. Карась крупный, красивый. С икорочкой, если есть. Ну, такие даже вот по килограмму, ребята. То есть караси, смотрите, какие. Красивые, крупные, есть такие, есть такие. Ну, то есть. Ну, мы в прошлый раз у вас брали, это эти же, да? Да, да, да. Понравился вам? Да, да, шикарно. Видите, такие разные. А вам разве не икалось? Карп Беляевский, красавчик. 150 гривен килограмм, тоже 2, 2,5, 3,4. Можно поискать и пятерочку. То есть найдем. Да, можно поискать и пятерочку найдем. И толстолобик. Ну, и, как обычно, наш бюджетный вариант карпик. Мелкий, 80 гривен. Да, это такой мелкий карпик. Вот ребята поднимают сеточку. Наши покупатели уже знают. 80 гривен килограмм. И толстолобичек бюджетный, 50 гривен килограмм. Сегодня с утра уже, наверное, килограмм 40 продали. Потому что люди берут, люди берут на, в основном на солить. Вот я их приучила солить. Ваш рецепт, да? Да, мой рецепт. Давайте, может быть, кто еще не брал, расскажем этот рецепт. Давайте. Напомним его. Что нужно делать? Ребятчики, смотрите. Значит, такой толстолобичек, вот маленький, мы берем. Они хорошие, видите, спиночки толстенькие. Голову и хвостик отрезаем. Можно сварить юшечку. Такие мы режем на такие вот порционные кусочечки сразу. Вымачиваем водички его, чтобы кровь вышла. Солим. Засыпаем солькой где-то на ночь. Желательно на ночь. На ночь засыпаем солькой его. Утро мы это достаем. Смываем. Варим рассол. Рассол. Значит, где-то на 2 литра воды. 3 ложки сахара, 3 ложки соли, ложка сахара, лавровый лист, перец горошком, пару ложек уксуса, ну, 2-3-4, смотря кто как любит, по вкусу. По стакану масла. Сварили рассол этот и потом в баночки сложили. Можно в бутылечки, можно в баночки сложили. Рыбка лучок, морковочка даже можно положить. И этим рассолчиком залили. Все. И сколько ждать? Ночь. И через ночь можете уже кушать. И одновременно нужно в морозилочку поставить... Бутылочку. Отварить картошечки. Позвать гостей, друзей, кумовей. Не забывайте, люди. Сейчас такое время. Надо общаться. Неизвестно, да, сколько нам, кому как осталось. И мы ждем, конечно, лучшего. Давайте позитивнее. Всем осталось долго участвовать. Ну, просто общаться нужно, конечно. Звать гостей, звать людей, звать знакомых, звать своих родственников, дружить, общаться, мириться, кушать толстолобик, картошечку и пить рюмочку водочки. А еще можно звонить Алене и все это заказывать? Говорите номер телефона. Звоните 093-040-9145. Вы не отправляете по Украине информацию для одесситов? Да. Одесситы могут заказать. Да. Например, отложить, после работы заехать, забрать. Да. Баба Катя почистит, порежет моя Любочка, баба Катечка. И также вы можете отправить такси доставкой по Одессе. Да, да. Ален, огромное спасибо. Пожалуйста. Все, что мы хотели, мы узнали. Спасибо за рецепт еще раз. Я ел толстолобу по этому рецепту, подтверждаю, это очень-очень вкусно. Поэтому, друзья, пробуйте, экспериментируйте, пишите ваши рецепты. Мы с удовольствием почитаем и, может быть, даже что-то приготовим. Может, какие-то поправочки. Кто-то готовит по-другому. Пишите в комментариях. Ну, конечно, я уверен, что у каждого хозяина, у каждой хозяйки свой рецепт по-любому. Да. Кто-то четко вымеряет вес там в граммах, а кто-то, говорится, на глаз сыплет. Тут кому как нравится. Не, ну, это уже, знаете, когда рука набита, когда ты уже знаешь свою посуду, знаешь, сколько ты берешь обычно. Тогда, конечно, раз, 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 ты уже все на глаз делаешь. Ну, все равно надо от кого-то что-то брать, где-то что-то перенимать, где-то что-то пробовать. Я так думаю. Огромное вам спасибо. Пойдем дальше. До свидания. Друзья, вот только посмотрите, какая красота. Просто песня. Сейчас мы у Надюши будем узнавать. Надюша, здравствуйте. Здравствуйте. Что почем? Я смотрю, у вас вот такая вот скумблейка. Свежая. 180 гривен за килограмм. На килограмм где-то две штучки, да, наверное? Да, еще и больше. 500-600 так получается. 500-600 грамм штучка. Так. Здравствуйте. Хек свежемороженый. Вы молодцы, работаете. Да, работаем, спасибо. Спасибо. 160 гривен за килограмм. Сколько на килограмм? Штучки 4, может быть. 4, может быть, даже 5, если мелкие, да? Да, да, да. Хек молочный, очень вкусный. Свежая сардель. Свежая сардель на биточки наши легендарные, одесские. Смотрите, свежая. Свеженькая, хорошая, жирненькая. Она по 110. Биточки отличные получаются. Хамса. Хамса 150 гривен, жирная. Тоже жирненькая. Можно попробовать, смотрите, какая вкусная. И эта же сарделька, тоже ее можно уже попробовать. Тоже 110 гривен. То есть за соль денег не берем. Да. Соль в подарок. Селедочка. Селедочка шикарная. Она у вас есть в двух размерах. Да, 80 поменьше. 80 гривен за штучку и крупнее 90 гривен за штучку. И скумбрика малосольная, очень-очень вкусная. Так написано. Во всяком случае, 180 гривен за килограмм. Но я думаю, нужно прийти, купить, попробовать. Да. Кстати, вы же тоже и пробовать даете, да? То есть можно на месте попробовать. Это холодного копчения. Скумбрия. Это скумбрия холодного копчения. 300 гривен за килограмм. Малосолочка, хорошая. Вы работаете каждый день? Нет, выходной у меня есть. Вторник. У вас вторник выходной? Никак. А то многие говорят, у нас понедельник, понедельник. А вы раз, и вы вторник. А я в понедельник всегда работаю. А во вторник или в среду, когда получается. То есть в понедельник можно смело приходить на привоз. Конечно. Вы точно будете? Я точно буду. Но еще можно позвонить. Позвонить, да. Сделать либо заказ, либо уточнить, что есть, да? Да, да. А лучше отложить на самом деле. А лучше отложить, например, да? Отложить могу, да. Да. Вы не отправляете по Украине, но одесситы могут забрать на месте. Да, да, да. Говорите номер телефона. 097-70-31067. Надо чаще говорить свой номер телефона. Чтобы не забывать. Надюша, огромное вам спасибо. Хорошая вам торговля, мы пойдем дальше. Тоже спасибо. Также на привозе всегда можно найти ферину. Сейчас она свежее мороженое. Бывает еще и свежая, да? Свеженькая уже марта и должна пойти свеженькая. Марта уже будет свежая. Сейчас она 65 гривен. Ну, кстати, цена у вас не сильно поднялась. Цена у вас очень долго была по 60, да? Да, да, потом 65. Ну, и держимся, пока цена не поднимается. Слава Богу. Дай Бог, подешевеет, я надеюсь. Да, да, может, свежая пойдет, может, даже будет и дешевле. Свежая будет. Может, и такой будет вариант. Бычок по 80. Бычок небольшой, я думаю, что его чаще все уберут, наверное. Да, это для... Катам, скорее всего, да? И так же у вас можно купить и свежую сардель по 100, и хамсу по 150. А срешечка хорошая. А вам можно звонить, заказывать? Да, пожалуйста. Говорите номер. 067-133-46-75. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего доброго. Приходите. Надюша, доброе утро. Доброе утро. Ну, звезда. Звезда не дать ей взять. Звездюля. Надюша вот такое вот и лава. Звездюля, Надюля. Надюля, Звездюля. Это не я сказал. Это не я сказал. Но зато у Надюли, смотрите, друзья, какая есть мойвочка шикарная. Мойва шикарная, а? Подивите, какая в наде мойва. Сама бы ела, то гроши треба. Да. А сколько на килограмм идет? Ой, не считала. Вы знаете? А давайте... 30 грамм. 30 грамм штучка. Все, друзья. Штучка. Возьмите, разделите 1000 грамм на 30, и вы получите количество, сколько идет на килограмм. А что с ней делать? И солят, и жарят, и в томате тушат, и в масле тушат. Все, что душа желает. В томате будет вкусно жарить, просто как... И в кукурузине муки, и в кляре жарят. В кляре она сочнейшая. В кукурузине муки, когда жаришь ее, она такая посушая, как семечки. Хром-хромы съели. То есть, такой подпенный напиток, скажем так, не будем говорить под какой, да? Да, да, да. Все догадались. С бульбашками. С бульбашками. Бывает светлый, бывает тенный. Кто знает, напишите в комментариях. Хек. Хек молочный, шикарный. Как завжди. У Нади очень добрый молочный, сочный, молочный, очень вкусный кек. Кек так само. Ну вот Валерич мне рассказывал, рецепт его хорошо сделать именно в томате. Вот очень вкусно прям будет. Ну, это вообще диетическая рыба. Ее можно просто отварить. Честно. Я ела, да. Ела, да. Да, в томате. Я люблю в томате. Масле еще не пробовала, в томате пробовала. И жарила, и запекала. Ну, и просто отварить можно. Пожалуйста, это диетическая рыба, очень классная. Так, килька. Это у нас... Ну, да, Валерича рыбка. Поэтому мы просто поверим на слова. Мы знаем. Шикарно. Наша пряночка. Валеричка и хай. Хай тебе тихо икнеться. Так, тихенько, легенько. Это Надюшка его вспоминает. А, почулы, почулы, да? Так, ну, друзья, каждый может пойти попробовать, поэтому свежая сарделечка. Есть свежая сарделечка вот у нас, лялечка. Жабыки аж горят. Ага. И вкусно, жирно, хорошее вообще, бесподобно. Одна в одну еду, без мелочи. Угу. Даю. Так, как раз там сарделечку берут. По 150 гривен за килограммчик. Я не солю, она добрая. Она добрая. На сарделечку. 30 гривен. Так, есть такая вот есть сарделечка по 110. Малая сарделечка. Готовая, да, уже к употреблению. На сарделечку. Важно, что каждый покупатель может все попробовать у Надюши, да? 100%. Давайте сзади, что я вас не взбивал. А если еще с собой что-то принесут, то можно и поиски, не только попробовать. Ух ты, вот так вот. Спасибо. Хорошего дня. И вам хорошего дня. Так, сельдь норвежская Матиус. Матиусу надеюсь. Написано даже шик. Шикарный, жирный, вкусный, малосольный, не соленый. Шикарный шик, да? Шик, да. Не Матиус, а шикарный шик. О, Надюш, надо написать шикарный шик, тогда пойдет дело. Кумбриичка. Да. 180 гривен килограмм готова я уже к употреблению. Да, да. И задеисти. Именно трехдневочка. Наливай и пей, да? Наливать, ризать, лучком с маслом и закусывать. Моя песня. Так, есть селедочка по 80. По 80. 80 гривен. И нету селедочки, есть кони, друзья. Есть кони, побольше кони. Да, побольше. Супер. Кони просто... Ризница вот такая. Это вам не пони, короче, да. Ризница, вот почувствуйте разницу. Под разными углами вам показали. Надюша, вы работаете каждый день? Каждый день, кроме понеделка. А вам можно звонить заказывать? Ну, заказывать я могу по Одессе, там, такси и передавать, если в любый край. Отложить, например, что-то, да? Или отложить, позвонили, отложили, потому что в обед бывает некого товара у меня уже нема. Да, я знаю. Так что, хай звонят, заказывают и приходят, будем тримати для них рибку. А вы нам скажете номер телефона? Говорите. 067-68-055-17. Надюшка. Надюшка, огромное вам спасибо, хорошая торговля. Всех люблю. Взаимно. Одесская Таранечка, друзья. Такой вот есть прилавок, где можно купить вяленую рыбу, абсолютно любую. А сколько такой осетр стоит? А осетр почем? Две с половиной за всего, да? Целиком. Вот этого огромного. Такие по тысяче. Угу. Смотрите, какая красота. Щука. 600 гривен килограмм. Судак 600. Барабуля 400. Вустера 300. Чехонь 650. Морской окунь 400. Камбала 500. Есть копченая, а копченая сколько? 400. Угу. Тарань, смотрите, 450. Сокрой. Есть тарань? Вот эта сикорочка, это потрошеная. Ага, вот эта сикорочка, чуть поменьше сикорочка. Вот эта потрошеная тоже. Бычок 700. Есть по 400. Помельче. А, это копченый бычок. И есть кефаль копченая по 400. Корюшка. Сегодня еще будет завоз. А у вас по каким дням завоз? Ну, четверг, пятница. Четверг, пятница. Как раз перед выходными, да? Вомер 400. Форель 550. Это холодное копчение, да, идет? Масляное. Сом. Вот такое есть. Ага, это цена за килограмм есть. А что это за толстолоб? Как он сделан? Это толстолоб маленький, по 400. А что с ним, он копченый или он соленый? Это вяленый. Вяленый. Ух ты, какой красивый. Ага, вот смотрите, друзья. Так, толстолоб. 350-450 в зависимости от размера. Жерих, белый амур, щука. Ух ты, какая скумбрийка красивая. Скумбрийка горячего копчения. Это горячего, да? Это тоже горячего? Нет, то холодного. Ну и очень классно. У вас цены везде есть. Покупатели могут прийти, посмотреть. И вам также можно звонить по номеру телефона. 067-588-78-56. Заказывать. Вы отправляете по всей Украине. Я правильно понял? Супер. Прилавок очень красивый, друзья. Ну, лучше, конечно, прийти, посмотреть, выбрать. Потому что реально, кстати, есть такая и вяленая, есть и копченая. Ну, супер. У вас всегда все красиво, все на уровне. Спасибо большое. А теперь давайте будем узнавать свежие цены на живые раки. Галя, здравствуйте. Добрый день. Раки есть. Раки есть. Есть разного размера, да? Это самые мелкие, можно так сказать? Да, можно так сказать. Это самые мелкие, а не 1500 килограмм. А сколько на килограмм таких идет? На килограмм примерно идет, наверное, штучек 35. Ну, много, да, должно быть? Да, да. 35-40, может быть. Их, скажите, вот в зависимости от размера, их варить всех одинаково или... Конечно. Ну, они варятся подинаково. Потому что я таких вот мелких никогда не варил. Обычно мы берем крупных. Ну, окей, хорошо. Это у нас, можно сказать, что средний, да? Да, средний рак. Это цена его 2500 за килограмм. Это прям голубой, да? Ты класс. Смотрите, такой вот. Ай. Щипаются, да? Да. И такой крупный? И такой крупный 3000 за килограмм. Ну, я смотрю, что рак подорожал. Это с чем связано? Сейчас холодно, он не ловится. И условия не те, что были летом. Ага, понятно. Но они все живые. Девочки, вот смотрите, и корочка у всех. Да, 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 есть, я вижу сокорочка, да. Вот, видите, живчики все, красивые, вкусные. Скажите номер телефона, по которому можно звонить и заказывать этих красавцев. 098-223-23-42. По Одессе вы отправите такси доставкой, да? Да, такси доставкой. А по Украине как вы отправляете? По Украине мы тоже можем доставить, положить в коробочку, бутылочку сольдом. А они доходят, да, живые? Они доходят, да. Новые почты. Супер. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Всего доброго. Друзья, таким мы с вами увидели привоз сегодня, 15 февраля 2024 года. Рыбы много, продавцов много, покупателей много. Так что приходите на привоз. Я надеюсь, что видео, которое вы увидели, вам было мега полезно. Поэтому взамен жду жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то бросайте все и прямо сейчас под видео нажимайте на кнопочку подписаться. Рядом с ней нажимайте на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Но если вдруг после просмотра видео у вас остались ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой Instagram. Подписывайтесь на меня в Instagram, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ну и не будьте жадинами, обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там все очень просто. Прямо под видео есть кнопочка поделиться, нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету. Я Сан Саныч, вы на канале Взрослый Разговор. Мы с вами в Одессе на легендарном привозе. Сегодня четверг, рыбный день. И я желаю вам мира, добра, любви и счастья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok